МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Пульс города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Питаться правильно, здоровым быть. Кандалакшан научили готовить полезные блюда. Ловись рыбка большая и маленькая. На озере Щучьем прошли соревнования по зимнему лову. Одни из лучших на северо-западе. Кандалакшские самбисты вернулись с региональных соревнований. Около 13 ветхих домов, расположенных на территории Кандалакша, в течение этого года сравняют с землей. Согласно предварительному списку, снести планируется один дом на лесозаводе и еще один на нижней Кандалакше. Пять ветхих строений, подлежащих демонтажу, расположены на Неве-3. Это Кировская аллея 14, Шевчука 20, Чкалово 24 и 30. В перечне значится также Барак на Уверово-4. Планируется снести 33-й дом на улице Полярной Зори и 33-й на Комсомольской. Основная часть работ по разбору ветхих строений намечена на ноябрь текущего года. Здоровое питание – залог крепкого здоровья и хорошего настроения, как правильно построить свой рацион, чем перекусить в течение рабочего дня без вреда для организма. Эти и другие темы обсуждались на кулинарном мастер-классе. Он прошел в нашем городе впервые в рамках проекта «Беги за мной». Проект «Беги за мной» – это новый подход к осмыслению и освоению практики здорового образа жизни. Каждый человек получает возможность выработать свою программу по оздоровлению и укреплению организма. А значит, немного скорректировать вес, улучшить самочувствие и поднять жизненный тонус. Поучаствовать в этом проекте уже успели 30 тысяч россиян. Проект – это спортивный, больше мы ориентируемся на молодежь, но участвуют у нас в проекте все. Начинаем мы все в любых городах, самое простое – это с обычных пробежек. Привлекаем всех на воскресные пробежки. Сейчас мы уже дошли до уровня кулинарных мастер-классов, лекций и фитнес, такие марафоны, фитнес-тренировки. Залог крепкого здоровья – это правильное питание. Так, в рамках мастер-класса участники познакомились с вариантами сочетания некоторых продуктов, позволяющими получать от пищи максимум пользы. Специалисты не только рассказали, но и показали, как правильно готовить полезные блюда. В качестве полноценного обеда предлагается, например, куриная грудка с овощами, легкий салат и сырники на завтрак. Питаться вкусно и полезно можно и нужно, говорит Алена Васинева. Главное – прислушиваться к себе, научиться относиться к еде, как к просто еде. Чувствовать, действительно ли ты чувствуешь голод, хочешь ли ты есть, хочешь ли ты съесть вот это. Следить за тем, что вы едете, в каких количествах и когда. Руководитель федерального проекта советует северянам не исключать из своего рациона такие основные компоненты, как жиры. Ведь именно от них в первую очередь отказываются желающие похудеть. Однако, благодаря умеренному сочетанию жиров, пилков и углеводов с другими веществами, можно обеспечить нормальное и здоровое функционирование всего организма. Ну и кроме того, жителям Заполярья не стоит забывать о богатстве северного края. Включать в свой рацион больше полезных северных ягод, таких как чернику, бруснику и клюку. Не стоит отказываться от богатых витамином С, смородины и клубники. Сегодня поздравления и добрые слова звучали в адрес заведующей детским садом номер 15 Татьяны Михайловны Голубковой. Руководитель дошкольного учреждения отмечает юбилей. По этому случаю сотрудники 15-го детского сада подготовили небольшую музыкальную открытку. Поздравления в стихах и песнях. Искренне добрые и теплые слова все адресованы руководителю учреждения Татьяне Михайловне. К пожеланиям присоединились и руководители органов местной власти. Очень хорошо работали в коллективе, когда все уважают и коллектив директор, и директор любит свой коллектив. Это очень замечательно. И поэтому я вас лично тоже поздравляю. И все депутаты вас поздравляют. Для меня фонсадик равный. Когда еще был на первом власти 25, я с удовольствием находил свой любимый лесок. И сейчас до сих пор чувствую, что это тот коллектив, который меня вырастил, который выпустил жизнь. Поэтому такому классному заведующему от имени администрации сегодня хотим подарить книгу, которую даем только тем людям, которые значимы в городе. Татьяна Михайловна Голубкова трудится педагогом уже более 40 лет, 26 из которых являются заведующей детского сада «Лесок». Коллеги ценят ее за профессионализм и лидерские качества, и неиссякаемый оптимизм. Наверное, на 1 апреля могли родиться либо юмористы, либо оптимисты, правда? Ну, юморист, так я напекала, она не получилась, а оптимист по жизни действительно получился. Очень улыбчивая, жизнерадостная, умеющая решать все вопросы и все проблемы, которые возникают. Действительно, человек, который любит то дело, которое ему служит, любит очень свой коллектив, любит свое учреждение и детей, которые посещают этот детский сад. Детский сад «Лесок» не раз становился призером и победителем конкурсов профессионального мастерства, смотров различного уровня. Не так давно педагоги учреждения были отмечены на конкурсе «Детские сады детям» в номинации «Лучший коллектив дошкольного учреждения». Кандалакшские самбисты вернулись с серьезных соревнований. Они проходили в Обскове и собрали на одной площадке спортсменов со всего Северо-Западного федерального округа. Наши ребята привезли оттуда не только хорошее впечатление, но и большое количество наград разного достоинства. Поезд Санкт-Петербург-Мурманск, остановившийся сегодня на станции Кандалакши, привез юных спортсменов, которые поборолись за звание сильнейших на чемпионате Северо-Западного федерального округа по борьбе с самбо. Как отмечает тренер, ребят соревнования проходили в течение двух дней и собрали более сотни ребят с разных регионов. Был весь Северо-Запад, 9 областей было, 2 региона. Народа было очень много. С нашей команды ездил один человек. Три девочки, 8 мальчиков. Приехали из них 8 победителей и призёры. Итогом соревнований стало сразу 8 призовых мест, которые смогли завоевать кандалакшские самбисты. Это ещё раз доказывает, что наша школа самбо и тренерский состав достаточно серьёзно подходят к воспитанию будущих чемпионов и делают из них серьёзных соперников. Довольны результатами поездки и сами ребята. Подборолись хорошо, вроде бы. Соперники были сильные. Все хорошо выступили, всем понравилось. Останавливаться на достигнутом никто не собирается. Впереди у ребят, завоевавших первые и вторые места, подготовка ещё к одним более серьёзным соревнованиям. Уже через пару месяцев в июне им предстоит выйти на ковёр уже в рамках чемпионата России. Минувшую субботу на Щучьем озере прошёл чемпионат по лову рыбы зимними удочками. Впервые это состязание было организовано в рамках праздника Севера и даже приобрело статус международного. Ведь помимо рыбаков из Кандалакши, Апатитов, Мочегорска, Полярных Зорь, побороться за призы и отточить своё мастерство на водоём приехали гости из шведского Питоо и финского Кимиярви. Озеро Щучье – традиционное место для проведения соревнований по подлёдному лову. На протяжении уже более 10 лет здесь собираются как профессиональные рыбаки, так и новички-любители. На этот раз страсти на льду кипели нешуточные. В борьбу включились 24 команды из России и ещё по одной из Швеции и Финляндии. По решению организаторов состязания проходили в личном и командном зачёте. На всё про всё рыбакам было отведено ровно три часа. Поведитель командного первенства определяется по сумме трёх участников в каждой зоне. Сумма баллов суммируется и определяется команда победителей. Чем меньше сумма баллов у команды, тем выше место у команды победителя. В личном зачёте определяется победитель по сумме баллов. Это 10 баллов за каждую выловленную рыбину и 1 балл за 10 граммов выловленного улова. Это только на первый взгляд. Кажется, что рыбалка – пассивный вид спорта. На самом деле всё не так. Иногда первой поклёвки приходится ждать часами, а иногда только успевая мытеля на крючок насаживать. Анатолий Батуркин, например, прямо на наших глазах. За несколько минут успел поймать сразу две рыбины. Специального секрета здесь нет, признаётся рыбак. Опыт, снасть, экипировка – дело десятое. Главное – настрой и немного везение. Это только звёзды могут сойтись. Рыбацкое счастье, оно рыбацкое счастье, которого мы все ждём, которого мы желаем. Счастья, удача. Там муха. Мнение Анатолия разделяет и другой участник соревнований. Рыбалка – это прежде всего положительные эмоции от общения с природой, говорит Владимир Бычков. Он себя считает уже ветераном рыбалки. Увлечению этому отдал больше 50 лет своей жизни. Не раз становился призёром и победителем различных соревнований. Но в субботу удача Владимира не баловала. Впрочем, это никак не повлияло на настроение рыбака. Шутки, прибаутки, беседы на разные темы, обмен опытом, налаживание международных связей. И никакого алкоголя шутит мужчина. Рашин спортсмен водку на рыбалке разве может пить? Тут шведы – позор. Считаете, что… Облик морали. Чай. Чаем предпочитали согреваться и финские рыбаки. Может быть, поэтому и поклёвка у наших гостей шла скучновато. По признанию Лео Корхенина, с уловом не повезло. Но атмосфера, царящая вокруг, свела на нет все огорчения по этому поводу. Всё чудесно. Мы впервые на русской рыбалке. На зимней рыбалке. Хотя в самой Кандалакше, Умби и Варзуге, я был много раз. Я люблю рыбачить, но вот не сегодня. Нет рыбы. Пока жюри подсчитывало улов участников, рыбаки не скучали. Время провели с пользой. Пели частушки, в роли и запевал, конечно, девушки. Они не только группа поддержки, но и сами отчаянные рыбачки. Не обошлась развлекательная программа и без традиционных конкурсов. Бурение лунки состязали здесь как мужчины, так и женщины. Из желающих поупражняться в метании валенка даже выстроилась очередь. Закинуть как можно дальше необычный снаряд попробовал каждый. Победителей всех импровизированных конкурсов наградили специальными призами. А вот медали и грамоты достались победителям чемпионата по зимней рыбалке. Первое место в личном зачете среди мужчин завоевал Анатолий Батуркин. У женщин не было равных Галиной Наталье. Среди юниоров отличился Иван Лобенков. В командном зачете бронза уехала в Мурманск. А вот второе и первое место завоевали Кандалакшани. Команды «Роснефть» и «Эльбрус» соответственно. Сегодня во всем мире отмечается День смеха. 1 апреля принято подшучивать над друзьями и знакомыми. Различного рода розыгрыши в этот день – частое явление и в средствах массовой информации. В эфир выдаются необычные новости, которые на самом деле не соответствуют действительности. Однако жителям нашего города совсем не до смеха. Дело в том, что совсем скоро Кандалакшани столкнутся с массой проблем. Сегодня стало известно, что в ближайшее время начнется полномасштабная реконструкция железнодорожного моста. Уже в скором времени мост, соединяющий центральную часть города и железнодорожный район, будет полностью закрыт для доступа к Кандалакшан. Здесь будет проводиться ремонт. Планируется полностью заменить несущие опоры, установить новые современные осветительные конструкции. Кроме этого, над мостом возведут специальные защитные навесы, которые позволят горожанам чувствовать себя комфортно на мосту в любую погоду. Также, согласно разработанной проектной документации, по обеим сторонам объекта установят кабины лифтов. Это обеспечит более удобный доступ мамам с колясками и маломобильным группам населения. Сколько по времени продлится реконструкция, пока неизвестно. Кандалакши Синоптики обещают в Кандалакши облачную с прояснениями погоду. Небольшие осадки, западный ветер до 4 метров в секунду и от минус 3 до плюс 1 на градусниках за окном. 2 апреля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте. Ответим. На этом я с вами прощаю. Желаю хорошего настроения, всего доброго и до встречи. Мы с вами увидимся теперь завтра ровно в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин